Эта умная электронная система, установленная в 41-й Самарской школе, не только безошибочно распознает лица учеников. Она может измерять температуру тела, контролировать рабочее время персонала и то, как школьники посещают занятия. Турникеты открываются после того, как система распознавания лиц идентифицирует человека. Данные об учениках она берет из автоматизированной системы АСУ-РСУ. По совпадению он, соответственно, распознает свой и чужой. Поэтому в данном случае эти данные можно назвать биометрическими. В состав системы безопасности входят 4 арочных металлодетектора, 4 турникета и 8 видеокамер. Все они подключены к системе распознавания лиц. Таким образом, войти в школу свободно могут только учителя и сами учащиеся. Тем не менее, вопрос защиты общеобразовательных учреждений необходимо прорабатывать более детально, отмечает депутат Государственной Думы Александр Хенштейн. Задача состоит в том, чтобы выработать единый подход, который усилит степень и уровень защищенности школ. В случае непредвиденных ситуаций у установленных турникетов, по мнению парламентария, может оказаться недостаточно. Начинать нужно с территории каждой самарской школы. Они должны быть ограждены и закрыты для посторонних лиц. Там должна присутствовать видеокамера, чтобы охранники видели, кто подходит в школе. Второе – непосредственно рубеж самого хода на обед. Турникет таковым рубежом не является. Одно из решений – это железные двери с магнитным замком. Что недавно и сделали в 12-й самарской школе. Здравствуйте! Цель вашего прибытия? Цель прибытия в школе. Такой режим постоянно действует? Постоянно действует. Это контроль. Зайти в 12-ю школу ученики могут до 8 часов 15 минут. Далее дверь закрывается и работает только на выход. Опоздавших, конечно, пустят, но в очередной раз напомнят о дисциплине, которую необходимо соблюдать. По технике безопасности дверь необходимо закрывать до завершения занятий. А это с учетом второй смены фактически на целый день. Кроме того, без перебоины должны работать системы видеонаблюдения, оповещения и тревожная кнопка. Окна первых этажей всех, без исключения учебных заведений, необходимо оснастить решетками. Такая договоренность с МЧС уже есть. Определенные требования имеются и к частным охранным предприятиям. Есть предложение Росгвардии. Я его поддерживаю о том, чтобы максимально укрупнить лоты, для того, чтобы на охрану школ заступали профессиональные частные охранные организации, чтобы цена-качество было соответствовало. В идеале, по мнению депутата Госдумы Александра Хинштейна, техника безопасности в самарских школах должна стать неким пилотным проектом в масштабах России, где будет выработан единый алгоритм и реализован на практике. Над этими вопросами уже работают в городском департаменте образования. Самарские школы оснащают всем необходимым для безопасности учеников и педагогического состава. Технические средства оснащения – это видеонаблюдение, это ИСКУДы, система контроля управления доступом и так далее, системы видеонаблюдения, что тоже сейчас в каждой школе у нас присутствует. Это обязательно для того, чтобы охранник мог глядеть не только сам, но и с помощью камер видеонаблюдения, которые по периметру и внутри здания расположены. Инициативы, которые прозвучали в ходе объезда самарских школ, будут озвучены парламентарием и рассмотрены на законодательном уровне. Ольга Павлова, Григорий Плешаков, События.